Микс Ньюс Добрый день! Сегодня очередной выпуск программы Подоплёка и мы обсуждаем новый бюджет Евросоюза. Как известно, он обещает уменьшение прямых субсидий новым странам и Латвия очень взволнована, как она выживет без европейских денег, если придется за них конкурировать. Сегодня у нас в студии эту тему обсудит новый избранный депутат Европарламента Андрис Америкс. Да, здравствуйте. Здравствуйте, да. Да, здравствуйте. И член правления строительной компании ТЭЛС Артём Гриднев. Добрый день. Здравствуйте. Итак, в прошлом году, в октябре, состоялась презентация концепции нового европейского бюджета, которую представила Еврокомиссия. И Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер предупредил, что деньги в Евросоюзе будут распределяться по-новому. Он рассказал, как это будет делаться, рассказал о новых принципах сбора денег, которые предусматривают часть платежей в бюджет Евросоюза сократить, но в то же время, чтобы компенсировать эти потери, ввести какие-то новые платежи. И первый и главный принцип – это то, что за деньги придется конкурировать. То есть те, кто сильны, те, кто могут предложить инновационные идеи, хорошие проекты, они получат преимущество, а те, которые надеялись на то, что они, может быть, как-то будут получать субсидии на бедность, скорее всего, не будут так услышаны, как их слышали раньше. Второй принцип – появятся новые взносы в европейский бюджет. И, может быть, тревожно то, что новые поборы грозят прежде всего бедным странам, то есть тем, которые вступили недавно, может быть, не имеют таких больших ресурсов и инфраструктуры для того, чтобы соответствовать принципам богатых стран. Как это затронет Латвию? Как мы сможем пересмотреть свои отношения к инвестиционным проектам? Насколько европейское финансирование влияет на бизнес? И как в новом периоде этот бизнес будет развиваться? Тут у нас есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Ну, начнем, наверное, с плохой, чтобы закончить хорошей. То есть эта плохая новость состоит в том, что давать будут меньше, а платить придется больше. И сейчас маленькая информация к размышлению. Надо признать, лучшие годы Европейского Союза остались позади. Мы сделали много хорошего, но сейчас в экономике переломный момент. Облака сгущаются, мы должны двигаться к трудным временам, предупредил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Глобальная среда требует новых и ясных правил, чтобы сделать экономику ЕС более конкурентоспособной. Этот бюджет требует солидарности от более богатых и менее богатых стран. Почему денег станет меньше, это понятно. Из-за Брексита бюджет Евросоюза сократится на 12 миллиардов в год. Но это еще не все. Чтобы богатые страны не смотрели на пример Великобритании и не думали о том, чтобы тоже последовать этому примеру, Еврокомиссия решила снизить сносы для стран-доноров на 3% пункта. Таким образом, за пятилетку с 2021 по 2025 год доноры сэкономят. Германия больше 8 миллиардов евро, Нидерланды около 4 миллиардов, Швеция почти 2 миллиарда, ну и Дания и Австрия чуть более 300 миллионов каждая. Таким образом, у них появится небольшой такой антикризисный резерв, потому что в Еврокомиссии так или иначе говорят, что какие-то кризисные явления у нас могут быть. Ну, а Великобритания, в принципе, сейчас торгуется о том, что она будет платить за участие в общем рынке. Потому что, да, она не будет платить 12 миллиардов, но какие-то деньги ей придется платить, потому что она захочет сохранить рынки сбыта для своих компаний и в то же время закупать продукцию из Евросоюза. Таким образом, возникает некий дефицит бюджета, который придется как-то покрывать. И Еврокомиссия придумала, как это сделать. Она вводит новый сбор для общеевропейского бюджета. Это налог за непереработанный пластик. И сумма этого налога достаточно большая, то есть это может быть до евро за килограмм. В данный момент континент генерирует 25 миллионов тонн пластика, из которых утилизируется где-то 30%. Ну, понятно, что цель очень благая, потому что мусор – это плохо, мусор надо перерабатывать, и мы это все прекрасно знаем. И поэтому введение налога является стимулирующей, подталкивающей мерой. Дания, которая сделала это уже 20 лет назад, даже больше 25 лет назад, сократила потребление пакетов вдвое. Аналогичные меры предприняли другие страны – Ирландия, Финляндия, Люксембург, Нидерланды и Германия. А со всех прочих Еврокомиссия планирует собирать от 4 до 8 миллиардов евро в год. Но Рига построила мусороперерабатывающий завод, и его технология позволяет утилизировать компоненты отходов. Однако же сборы за сбор мусора все-таки выросли, и объясняется это тем, что государство вводит налог на природные ресурсы к этому платежу. Поэтому вопрос к адресу Амерексу, которая курировала вопросы среды в Рижской думе, и хорошо знает и проект Гетлини, и проект этого мусороперерабатывающего завода. Все-таки почему этот налог государство, ну, правительство применило, и действительно ли Рига сегодня платит за мусор меньше, чем другие? Да, добрый день, дорогие радиослушатели. Да, голос Амерекс вы сейчас не слышите, но Амерекс сейчас другой передачи. То, что касается, ну, разговора Люса Прибыльская рассказала, сейчас по полному объему того, что в Европе ожидается или нет, я только хочу сначала сказать, что ни этого еврокомиссара не будет через месяц, и еще не утвержден бюджет Евросоюза на следующие, ну, пять лет. Поэтому, ну, сегодня довольно преждевременно еще делать выводы, какие будут, ну, скажем, шаги Евросоюза или конкретных стран, касающиеся защиты своих интересов или, соответственно, предложения о каких-то экономиях. По тому плану, который есть, Латвия предполагает, это проект 4,8 миллиардов евро, то те деньги, которые, как бы, по разным фондовым деньгам в следующий период, пять лет придут в Латвию. Ну, это вопрос, конечно, еще, как говорить, проект. Это меньше, чем было в прошлый период? Или примерно на уровне? Примерно тот же самый уровень, потому что сейчас все равно идет расчет того, что, то есть, Великая Британия уходит, и поэтому, соответственно, хотя они избрали сейчас своих депутатов в Европарламент, но там все время идет, ну, скажем так, переговоры, касающиеся формы ухода, и если они уходят, то, конечно, сокращается общий, ну, то есть, объем и всех денег, которые целостно используются в Евросоюзе. По окружающей среде, если уж так, давайте идти тогда по пластам, по тому, какие задаются вопросы. Окружающая среда и качество жизни сегодня – одни из тех вопросов, которых волнует всех. Все хотят жить дольше, все хотят быть здоровыми, все хотят, ну, использовать все сегодняшние достижения, технологии, науки. И один из тех, что делать с тем мусором, который, который производит, ну, соответственно, что мы все производим. Будем говорить так, но еще лет пять, семь, может, десять лет назад, Рига целостно производила примерно 400 тысяч тонн мусора. Ну, то есть, это все вместе, и жители, и предприятия, и так далее, то, что вывозилось на наш полигон Гэтлин. За эти семь лет прошлых, вот скажем, это, мы будем говорить так, восемнадцатый год, последний целостный год, на четверть сократилось объем мусора. То есть, люди стали экономнее. То есть, они уже считают деньги. Может, они просто уехали? Ну, это мало вероятно, потому что сегодня все-таки есть и более, ну, если раньше каждый день в ванну шел, сейчас в ванну каждый день не ходишь, сейчас экономишь воду. По мусору также, 300 тысяч тонн мусора сейчас производит наш доблестный город Рига. И это все уходит туда, в Гэтлине. Ну, соответственно, как говорит, сыпется, можно сыпать в одну большую гору, но Гэтлине, это свалка, она 80 гектаров. Исторически все время была, и говорят так, ну, если так сыпать, то экстенсивно еще 7-8 лет, и сыпать негде больше. То есть, учитывая все дополнительные моменты. Это один из причин, почему и правительство, это не Дума Рижская, и не другое самоуправление, вводится в стране вот эти все налоги, касающиеся, ну, как, чтобы за, будем говорить, за мусор, за... За природный ресурс. За природный ресурс, он умно называется. Ну, и, конечно, первый шаг – это сортировка. Очень сложно вести сортировку в городе, когда ставят там 4 мусорника. Ну, то есть, если сегодня ты ставишь частный дом или большой дом, скажем, сортировку мусора, за вывоз мусора не надо платить уже сейчас. То есть, на тебя, как жителя, это не относится. Но, к сожалению, ну, вот, скажем так, тебе надо тогда держать в квартире 4 мусорника также, это не особо удобно для многих. И все равно, вот, то есть, или там, как кто-то дал тоник, не выкидывает этот мусор куда надо, его все равно надо пересортировать. Поэтому эта сортировочная большая, ну, скажем так, фабрика на Гетлине существует, это отсортирует этот пластмассу, там, стекло, металл, картон и так далее. То есть, это, конечно, более дорого стоит. И это тоже зависит от того, как обработка. Но ясно, что если идти в будущем, то да, ну, то есть, есть два подхода, как в Таллине. Тогда это все, мусор сжигается полностью. Это такое, ну, это и в Европе многих местах. Ну, на высоких температурах это сжигается, производится там какое-то тепло и дополнительные вещи. Тогда этот пепел или что там остается, это примерно 7-8-10% от всего объема. Если сейчас, как мы говорим, то есть сортировка, это остается примерно 25-30%. Ну, то есть, есть те вещи, которые никак не переработать, это, к примеру, те же самые детские памперсы. Их никак невозможно переработать, это такое специфичное дело. И, ну, таких вещей есть, ну, примерно, там, 7-8%. Остальное все так же. И это стоит, да. Это сегодня такое для любой страны, для любого большого города. Это большой вызов, как организовать вот эту всю мусоропереработку. Ну, сейчас опять-таки новый вопрос о том, чтобы ввести систему депозитной тары. Ну, это только отдельная часть, это уже тоже, ну, говорят, ну, чтобы весь лес не был загружен, там, пластиковыми бутылками или еще какими-то вещами. Что Эстония, Литва ввела, ну, Латвия не ввела те, которые говорят, да, надо, ну, значит, это как раньше там было. Сдавал бутылку эту стеклянную, там, 12 копейки или сколько там платили за это, да. Ну, сейчас это пластмассовые вещи, да. То есть, на это определенные вещи, ну, наверное, стоит тогда дороже, это вся логистика. Но трудно сейчас сказать. Говорят, я не считал это, говорят, что эти пластиковые бутылки занимают, ну, сравнительно малый объем от того общего мусора, который производится. И что он больше тогда отразится на то, что, ну, ну, то есть, он просто, эта бутылка, там, лимонада или минеральной воды будет стоить просто на несколько евроцентов дороже. Хорошо. Мы обсудили плохую новость. Очевидно, за пластиковый мусор Латвии придется платить. Сейчас мы уйдем на новости и рекламу. Не переключайтесь. Возвращайтесь в эфир. После перерыва мы поговорим о хороших новостях и с Андрисом Амеликсом, и с Артемом Гридниум. Микс Ньюс. Еще раз добрый день. В эфире программа «Подоплека», и мы сегодня обсуждаем будущее финансов Евросоюза. Мы обсудили плохую новость о том, что у нас появится новый налог на пластик. А теперь хорошая новость. Еврокомиссия декларировала новые принципы претендования на европейские деньги, и они предусматривают, что на эти деньги напрямую смогут претендовать и крупное самоуправление, где уровень ВВП на душу населения больше, чем в среднем по их стране, или приближается к уровню развитых стран, или предприятия. Мы обсуждаем сегодня эту тему с новым евродепутатом Андрисом Амеликсом и членом правления строительной компании «Тылц» Артемом Гридневым. У микрофона автор и ведущая программы Людмила Прибыльская. За операторским пультом звукорежиссер Евгений Копеин. Вы можете звонить к нам в студию, задавать свои вопросы по телефону 672-12-93-9 и 672-13-93-9, а также писать на номер 2061-91 на WhatsApp и посылать смс. Итак, декларировано, что такие крупные самоуправления, как, например, Варшава, могут претендовать на европейские деньги напрямую. Мы знаем, что в Риге сконцентрировано 70% генерирования ВВП страны, и поэтому, конечно, по уровню развития наш мегаполис опережает Латвию в целом. Андрис, как Вы видите возможности, и есть ли у нас такие проекты, с которыми мы могли бы заявляться в Евросоюз, в частности по инфраструктуре? Какие это могут быть проекты? Конечно, мы сегодня, как страна Евросоюза, претендуем на одну часть того общего евробуджета, который предварительно сейчас в проекте существует, и который будет выделяться, в том числе и на кахезии, то есть на инфраструктуру, на научные исследования и так далее. Но я хочу пояснить одну вещь. У нас что плохо? Ну, что значит плохо? Плохо, хорошо, это то, что мы говорим о том, как расчет идет, сколько каждая страна может претендовать, и сколько она может получить этих еврофондов. И расчет идет, совокупный продукт, совокупный продукт, произведенный страной, значит, деленный на жителей. И нам он сейчас растет. Мы больше и больше приближаемся к среднему уровню, о котором мы говорим, Европа. Не по той причине, может, что нам стало тут очень много каких-то индустрий, от того, что люди уезжают. И когда эта дележка идет совокупного продукта на ту количество жителей, которые в Латвии, нам получается все время мы идем вверх. И с этим мы сокращаем ту дотацию от Евросоюза, которая может получить любая страна, соответствие. То есть, там формула довольно простая. Общий совокупный продукт, деленный на соответствующее количество жителей. Жителей меньше, значит, совокупный продукт получается больше. И средний. То есть, валовый он как бы в общей цифре мало растет, но при дележке все равно получается. Ну как, делится на жителей. Жителей меньше, значит, на одного жителя получается больше. Но чем больше уехало, тем больше совокупный продукт. Ну, если так, и меньше денег от Евросоюза. Вот такой принцип. То есть, если уж на это выходить. То есть, так что вот эта эмиграция на другие страны, она не помогает Латвии сегодня увеличить какой-то объем того, как бы, фондов, дотации, которые существуют. Ну, с другой стороны, да, ну, то есть, самый большой проект, и самый большой проект, который, ну, в Латвии вместе с Эстонией и Литвой реализуют, этот Риал Болтик. Риал Болтик в Латвии – это 2 миллиарда евро. Это европейский день, 85% финансирования европейских денег. Ну, в Латвии это 2 миллиарда. То есть, как условный сейчас расчет, я думаю, что, учитывая все дороговизны, там еще возникло много дополнительных вопросов. Ну, это самый большой проект. Ну, такие проекты, как «Русский остров» в Риге, где было 150 миллионов, из которых почти 90 миллионов европейских денег, да, реализованы как, ну, то есть, качество жизни, перенос этих портовых действий. Такие проекты также предусмотрены будущим. Это может быть и Виа-Балтика, это, скажем, скоростная дорога через Ригу, позволяющая соединять ту же самую всю Балтийскую территорию. Общий, я сказал, общий бюджет, на который Латвия может сейчас в проекте рассчитывать, это 4,8 миллиарда в течение пяти лет. Насколько мы будем умны, насколько мы будем готовы, скажем, предложить свои все, ну, как готовый проект, потому что это не просто там присылается, перечисляется на счет, там, или карточкой, это соответствующая квалификация этих проектов, но во многом это будет зависеть также от готовности. Ну, Рига, я думаю, по сравнению со всей Латвией, она более всего готова к реализации тех или других проектов. Там еще, конечно, проблема та, что у строителей нет столько мощностей, чтобы они все это освоили, к сожалению, потому что, если мы смотрим, к примеру, позапрошлый год объем общий, что строители реализовали по Латвии, вот, ну, то есть все строительные работы, ну, так будем так общим считать, это один, по статистическим данным, 1,3 миллиарда евро они реализовали. Но если мы скажем сейчас, что один только проект Real Baltic 2 миллиарда, тогда все мощности строителей, которые были на 1,3 миллиарда, возникает вопрос, ну, тогда все, или, ну, как это практически будет воплощаться в жизнь, потому что параллельно этому проекту существует очень много и локальных, и маленьких, и так далее. То есть сегодня освоение вот этих денег, или освоение, или возможность, ну, это во многом готовность, ну, то есть наших строителей, ну, соответственно, это все и воплотить в жизнь. Хорошо, тогда вопрос Артему, вот он как раз представляет строителей, и непосредственно... Я специально перевел туда, чтобы... Да, непосредственно занимается реализацией тех проектов, которые в том числе финансируются из Евросоюза. Вот как вы с точки зрения практика можете прокомментировать то, как у нас эти проекты реализуются, насколько это происходит ритмично, насколько вы, как компания, можете прогнозировать там свой объем работы, как вы можете, ну, уравновешивать всплески, так сказать, или, наоборот, провалы финансирования из-за того, что, допустим, какая-то программа в своевременно не была принята кабинетом министра? Ну, смотрите, для строительной отрасли, ну, может быть, не для всей, но для большей части, увеличение объемов равносильно, как и снижение объемов, это достаточно болезненная ситуация. То есть, если говорить, там, для того, чтобы построить, там, километр дороги, нужны карьеры, техника, люди и так далее. То есть, каждая компания для себя планирует, что она собирается сделать в следующем году, исходя из каких-то, там, статистических данных. Дальше, ну, допустим, мы зафиксировали, что в следующем году мы хотим в такой-то отрасли, допустим, сделать на 5 миллионов работ, потому что так вот обещают по политике, или, там, на 10, ну, неважная сумма. То мы, исходя из этого, знаем, что у нас есть специалисты, у нас есть техника, то-то-то. Если нам политики сообщают, что у вас будет увеличение, то вся строительная отрасль начинает думать, так, окей, увеличение, значит, нам нужна техника, нам нужны люди, нам нужно то-то-то-то. Где взять? Ну, где взять, ну, допустим, нашли, допустим, взяли. А деньги не пришли. Ну, то есть, районболгцы в Литве почему-то начался уже стройку какое-то время назад, а у нас только когда-то тут недавно подписали первый договор о строительстве, в котором еще нету проекта. То есть, ну, проектирование пока займет, то-то. То есть, мы говорим о начале строительства, ну, возможно, ну, говорят, что в следующем году. Через два года. Ну, говорят, что в следующем году, но я как-то так сомневаюсь в скептике. Я думаю, что действительно через два года. А обещают, ну, сколько уж, лет пять назад. То есть, если бы все подготовились вот так вот планово. Верили бы. Да, сказали, начинаем строить в девятнадцатом году. Хорошо, взяли, построили заводы по шпалам. Ну, к примеру, потому что шпалам нужно много. Что дальше с этим заводом-то делать? Он же только шпалму умеет выпускать. Ну, если нету дороги, то и завод не нужен. А если ты его построил, ну, к примеру, и объемы потом упали, то этот завод, он же не мобильный, это же не лавка с помидорами, ее же не передвинуть, это же техника. Поэтому для строительного бизнеса и производственного бизнеса самая большая проблема не наличие или неналичие европейских денег, как более-менее стабильность нужна. То есть, если европейские деньги приходят в размере 5 миллиардов в год, то для отрасли важно, чтобы они приходили миллиард в год, нежели три года ноль, а два года по два с половиной. Вот это хаос создает, потому что те три года, когда ноль, ну, что делать? Ведь было же до этого... Люди-то каждый день в магазин ходят продукты покупать. Потому что снизить объем – это та же самая проблема, как и нарастить. Если ты уже создал специалистов, у каждого специалиста там есть отдел кадров, там вся связанная атрибутика с этим. Ты не можешь просто так сказать, знаете, сегодня я хочу, чтобы у меня компания была не 500 человек, а 100. Это невозможно. Ну, то есть, если Евросоюз позволит Риге напрямую подавать проекты, то какие-то, ну, такие пики и спады, и финансирование могут более-менее выровняться? Андрес, как вы думаете? Это сложно. Я думаю, эта процедура не так быстро будет. Тем более, Евросоюз пока не дал такое добро никому, ни Варшаве, ни Риге. Есть так называемый региональный подход. Да, он изначально дает возможность, ну, как бы, предлагать, ну, скажем так, Стокгольм не может подать заявку на еврофонды по-прямому, но у Стокгольма есть регион, да, этот истокгольмский регион может стартовать. Ну, скажем так же, рижский регион может, ну, рижский регион, это не Рига, это, ну, скажем, там включает Уагра, там Юрмала, ну, скажем так, намного больше. Латвийский законодательство сегодня, учитывая территориальную реформу и все остальное, пока подвешивает этот вопрос. То есть, непосредственно Евросоюз, непосредственно самоуправление, он говорит с регионом, да, то есть, так, если что-то поменяется, ну, будем смотреть, тем более, что, я еще раз повторю, еще бюджет только будет утверждаться Евросоюз на следующие пять лет. Еще новые все начальники, там, президенты, все, они сейчас же все будут... избраны. И они еще будут только назначаться. Понятно. Еще одна часть вопроса – это финансирование Евросоюза для бизнеса. Вот в одном из разговоров с экспертами мне сказали, что проблема Латвии не в том, что какая-то бюрократия в оформлении этих европроектов или какие-то другие такие субъективные причины, а в том, что, в принципе, в стране не так много предприятий, которые могли бы претендовать на это финансирование по своему экспортному потенциалу, по своим позициям на рынке и так далее. То есть, мысль была такая, что на самом деле вот на это финансирование могут претендовать именно только те предприятия, у которых есть экспортные рынки, то есть, которые более-менее диверсифицированы по денежным потокам. Артем, Ваш опыт о чем говорит? Насколько Вы почувствовали вот эту возможность получения европейских средств для развития своего бизнеса? Ну, смотрите, мы действительно пытались получить европейские деньги для развития компании. Два раза мы получили, но это не в этот период был мы, это, по-моему, предыдущий. Ну, что можно сказать? Мы брали людей, которые консультировали нас, ну, юридически, как правильно оформить все, и даже при том всем процесс занимал где-то полтора-два года, чтобы вот с момента, когда мы инициировали внутри себя желание что-то сделать, до того момента, когда получаем. Теперь, возвращаясь к предыдущей теме еврофондов, то есть, получили еврофонды там на строительство какой-то вещи, нужно новое оборудование. Ну, заказчик не будет ждать два года, пока я куплю оборудование, пока привезут то-сё. То есть, мне нужно это оборудование привозить уже быстрее. Теперь, получается, исходя из этого, мы в том числе, это, конечно, большое спасибо, что мы получили те деньги, но фактически там мы хотели построить завод. Из-за того, что процесс был слишком долгий, то мы поняли, что если мы подождем два года, потом построим завод, уже появятся там конкуренты, ещё кто-то. В итоге завод пришлось построить за свои деньги и получить еврофонды только на определённую часть, на какое-то конкретно одно оборудование. Это мы очень благодарны, что мы получили ту часть, но с точки зрения поддержки бизнеса, наверное, было бы грамотно, чтобы эти деньги каким-то образом быстрее доходили. Но эту процедуру я не знаю, как сделать. То есть, это вот тут надо изучать именно конкретно положение дел, как улучшить эту систему. Ну, то есть, правда в том, что если у тебя нет своего, ну, как бы, кредитного ресурса, своего оборотного капитала для того, чтобы какие-то процессы запустить, то евроденьги тебе не помогут? Даже если есть кредитный ресурс, то евроденьги могут не прийти. То есть, последний раз мы хотели купить оборудование, мы прозанимались полтора года, и в итоге вышло так, что мы его так и не смогли дооформить. То есть, по большому счету, мы потеряли, ну, мы поняли это чуть-чуть раньше, мы потеряли год на попытке, и потом купили оборудование сами, потому что, ну, оно нам уже надо было. В итоге мы его купили, им работаем, а еврофонды не получили, в принципе, потеряв год, ну, вот стараний. Ну, и если бы, возвращаясь, опять же, к предыдущей теме, еврофонды, которые предыдущего периода, это 14-20 год, если бы они пришли в 14-м году, ну, все... Это было бы идеально. Да. Но, к сожалению, это не происходит. Тогда мы могли каким-то образом планировать и свои закупки, и свои приобретения. Но, по факту, как вышло, 14-й год, 15-й, 16-й и первая половина 17-го года, ну, по крайней мере, в сфере инфраструктуры, за исключением матвейских дорог, по-моему, на Матве-Сангселе, получили ноль. То есть, ну, Тариго, там, Далгов, ну, большие города ничего не получили. Они получили это конец 17-го года. То есть, фактически 4 года был ноль, ну, условно. И 2 года... Штурмовщина. Да, и штурмовщина, ну, относительная. То есть, дальше, получается, накладываются разные законодательства. Ну, там, выделили деньги на проект. К тому моменту, когда выделили деньги на проект, закончился срок действия проекта. То есть, нужно его перепроектировать, объявить конкурс. К тому моменту, когда объявили конкурс и так-так, вырос бюджет. Потому что стройка, которая была 3 года назад, и стройка сейчас, она отличается в цене, ну, где-то в 2 раза. И наглядный пример район Балтика. Там, я уж не помню из головы, но центральная станция в бюджете, ну, может, Андрис, не даст собрать, меньше 200 миллионов была станция. А сейчас она 400 с чем-то. То есть, фактически, реально, вот, изменение цены в 2 раза. Если район Балтик как-то справился с этим ударом, то самоуправление, которое запланировано для себя, что они хотят что-то построить там за 5 миллионов, и к ним приходит цена в 10, у них нету. Они отказываются от проекта. Теперь, получается, они отказываются от проекта, куда-то деньги эти уходят. Я дальше механизм не знаю. То есть, скорее всего, Европа получит их обратно, а Латвия их не выберет или будет спешно переделывать проект. И, то есть, когда только получилась возможность в 17-м году это все делать, в этот момент начали массово сорваться объекты. То есть, ну, бума как такового нет. Вот он как бы есть, но его нет. Хорошо, Андрис, то есть, вы как человек, который непосредственно, ну, наверное, последние 10 лет реально находился со стороны самоуправления, которое деньги европейские осваивает, хорошо знаете, ну, их, как говорится, подводные камни этого процесса. Нет, ну, подводные, Люся, Люся, будем говорить просто, понятливо. То есть, есть, конечно, вот мы говорим так, вот есть столько-столько денег, как дотации от Европы для Латвии. После этого что начинать? Самый, самый, тот долгий процесс, как правильнее распределить? Как правильнее? И тогда все говорят, надо так правильно распределить, а так надо контролировать. Тогда одни политические партии поменялись с другими. И так, то есть, примерно 2 года все спорят, что Риге столько давать нельзя, надо давать там вараклянам, да. А потом варакляны не могут это освоить, но все-таки отдадим обратно Риге или Лепае, да. И так по кругу, пока все раздрались, наконец-то поняли, что уже время подошло, да. И тогда уже, черт с ним, давайте осваивайте. То есть, у нас эта проблема, что бюрократия сумасшедшая, с одной стороны. И второе, как политически правильнее распределить? Мы разделили, в принципе, как маска и вода. Предприниматели – это одна часть, чиновники – вторая часть, несвязанные. То есть, чиновники, они занимаются тем, что они распределили между собой, что куда туда. Риге неправильная власть, значит, Риге меньше надо давать. Надо давать там, где правильно. А в принципе, по большому счету, надо, чтобы какая-то политическая сила совместно с предпринимателями максимально могли получать ритмичные эти деньги. Никак не иначе. У нас есть звонок в студию, сейчас мы примем его. Говорите, вы в эфире. Добрый, Константин. Прошла не так очень незаметная у вас сила, которая очень интересно поднял англит Америка. По поводу того, что жители у нас уменьшаются, а при расчете его определимой на всех создает такую цифру, которая уменьшает наши дотации из Еврофонда. Но, если продлить эту мысль, возникает вопрос, как такое может быть. На прошлой неделе, даже две недели назад, Минэкономики появилось о том, что у вас очень низкая производительность труда. При одновременной убыли населения, не то чтобы ВВП сохранить на прежнем уровне, но и обеспечить рост 5%, по которому говорит на постоянную государственную отчетность, в принципе, невозможно. Ваш гость из Пилта может подтвердить, как строитель, что если у него было 100 работников, из них 50 уехало, а 50 осталось пенсионеров и родителей с детьми, то никак невозможно оборот фирмы сохранить на прежнем уровне, а тем более его увеличивать. В чем ваш вопрос? Возможно, да, вопрос, возникает только два варианта развития событий. Либо Латвия страна чудес, либо вся экономика Латвии на государственном отчетном уровне учета и статистики, это просто один большой бумажный блеф. И все наши проблемы экономические из-за того, что нет реальной картины состояния экономики, состояния денег, рисуются вот эти цифры, которые не имеют к реальности никакого отношения. И никто не знает, где мы находимся. Из-за этого принимаются неправильные решения. Как вы думаете, может быть такое? Да, спасибо. У нас вообще-то мало времени. Я скажу так, учитывая ситуацию, ну 5% нет прироста. Сейчас прогноз 3,2 в этом году, но надо учитывать то, что все-таки технологии и производительность труда растет. И учитывая все эти моменты, то есть есть этот прирост, там есть соответствующий, как он рассчитывается, но он, наверное, мог быть намного больше, если, скажем, было это, ну, скажем так, и народа больше. То есть это сегодня, с одной стороны, благодаря технологиям умственным и разным, другим растет этот общий совокупный продукт, но жителей сокращается. Поэтому мы все время приближаемся к этому среднему уровню. Спасибо нашим гостям, Артему Гридневу и Андресу Америксу за участие в этой программе. Спасибо слушателям за то, что были с нами и звонили в эфир. К сожалению, не все звонки мы смогли принять. А в следующей программе мы поговорим о том, куда от меня сбежала последняя электричка. Или будем ли мы пользоваться пригородным сообщением и в будущем десятилетии и двадцатилетии. Это будет программа Подоплека. В следующий четверг с 12 до часу слушайте нас, звоните, пишите в фейсбуке и ватсапе. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...